Слезы даже нет, осознание того, что много времени еще предстоит провести в колонии от пережитых воспоминаний. Несколько лет назад Алтайскую Троицу Сергея Серенко, Юлию Серенко и Дарью Бетюцкую приговорили в общей сложности к 26 годам лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака. В приправе нашли следы присутствия наркотических веществ. Судебный процесс проходил крайне эмоционально. Судья не рассматривала ходатайство фигурантов дела. Напряжение росло с каждым слушанием. На одном из последних, обвиняемой Дарьи Бетюцкой, понадобилась скорая помощь. Маковых наркобаронов посадили. Сергею дали 11 лет, Юлии 5. Дарье, к которой мы сегодня приехали в колонию, 10. И вот уже два года женщина живет по режиму. А о прежней жизни напоминают лишь проколотые на воле уши. А сережки хотите надеть, когда выйдете? Конечно, у меня дома горсть. Приговор Дарья приняла, но справедливым его не считает. Она не понимает, почему не были рассмотрены ходатайства, которые доказывали ее правоту. Взять даже мое последнее ходатайство, которое я надеялась на положительный результат. Постановление Мишустина, в котором четко говорится, допустимая норма различных примесей и всего остального, от килограмма составляет 15%, значит 15 грамм. В моем случае с килограмма достали 0,64 грамма. Это даже меньше половины грамма, которую невозможно рассмотреть. Вот за вот эти 0,64 мне дали 10 лет. В колонии женщине пришлось привыкать к новой жизни. Ранние подъемы, строгая дисциплина. Дарья постепенно свыклась с режимом, хотя, признается, было сложно. Наш цех находится далеко от туалета. Для того, чтобы туда выйти, нужно обязательно позвонить дежурную часть и отпроситься. Я просто встала и пошла без звонка. Но с тех пор я отзваниваюсь. В колонии Дарья ухаживает за территорией, работает на швейном производстве. Шьет куртки участникам СВО. С 8 до 4 дня наш рабочий день продолжается. Помогает, на самом деле. Я люблю, когда у нас рабочие дни. Ты занят. Есть время уйти в себя, о чем-то своем подумать, о сыне. Сын женщины, 20-летний молодой человек. Не так давно отправился на специальную военную операцию. Она готова, если будет возможность, отправиться вслед за ним. Если честно, дадут автомат, значит дадут автомат. Я готова абсолютно ко всему, потому что я знаю, куда я еду. Я бы хотела таким способом отмыть свою статью. Я не считаю себя виноватой, но если так сложились обстоятельства, я должна сделать все, чтобы вернуть все назад. Женщина уверена, что сможет, так же, как и Сергей Сиренко, выжить на СВО и вернуть себе жизнь. Если не получится отправиться в опасную зону, по женщинам осужденным еще решается вопрос, то Дарья надеется на условно-досрочное освобождение. 2029 год. Ближайший срок, когда маковая узница может обрести свободу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.